Примудрость! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Господи, святейший Владык, благослови. Аминь. Помолися о нас, святейший Владык. Помяни нас, святейший Владыка, грешный. Аминь. Благослови, святейший Владыка. Благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Миром, Господу, помолимся. О свящнем мире и спасении души наших, Господу, помолимся. О мире всего мира, благостояний, святых Божьих церквей и соединений всех, Господу, помолимся. О святеем храме всеми с верою благоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господу, помолимся. О великом Господине и отце нашем, святейшем патриархе Кирилле. О преосвященных митрополите, архиепископе, хиепископе, честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем пречте и людях, Господу, помолимся. О богохранимей стране нашей, власть всех и воинствия, Господу, помолимся. О первокрестольном граде нашем, всяком граде, стране, и верою живущих в них, Господу, помолимся. О благо растворений воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу, помолимся. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасениях, Господу, помолимся. О избавитесь нам от всяких скорбей, гнева и нужды, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую и преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу и преснодеву Марию, со всеми святыми помянув же, сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим. Яков подавает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и вовеки веков. Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови, Душа моя, Господа, и не забывай все воздаяние Его. Очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истения живот Твоя, величающего Тя милостью и щедротами, избавляющего во благо желание Твое, обновится я горля юность Твоя. Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое, Благослов cola, и вся внутренняя моя имя святое Его. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Аминь Дима Торзок 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Повели Святейший Владыку, благослови Святейший Владыку, горний престол! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Возведы из мертвых, пастыря овца великого, Кровью завета вечного, Господа нашего, Иисуса Христом. Да совершит вы во всяком деле блазе, сотворите волю Его, Творя вас, благоугодное пред Ним, Иисус Христом, Ему же слава во веки веков. Аминь. Прямудрость и духове Твоему, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Уста праведного поучаться при мудрости, И язык Его возглаголит Суд. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Благослови, Святейший Владыка, Благовестителя Святого Апостола и Евангелиста Матфея. Бог молитвами Святого Славного и Всехвального, Апостола и Евангелиста Матфея, Додаст тебе глагол, благовествующему силою многою, Во исполнение Евангелия, Возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Прости, услышим Святого Евангелия. Мир всем. От Матфея, Святого Евангелия чтение. От Матфея, Святого Евангелия. От Матфея, Святого Евангелия. И поставляет его под спудом, Но на свечнице и светит всем, И же в храме несут. Так, когда просветится свет ваш при человеке, И когда видит ваши добрые дела, И прославит Отца вашего, И же на небесе. Да не мните, яко придох, разорите закон или пророки, Не придох, разорите, но исполните. Аминь, Бог, глаголю вам, Донде же предет небо и земля, И ото едино или едино черта не предет у закона, Донде же все будут. И же аще разорить единую заповедь и сих малых, И научить так, о человеке, Мни наречиться царствии небеснем, А и же сотворить и научить Все вели наречиться царствии небеснем. Слава тем, Господи, Слава тем, Господи, Слава тем, Господи, Помощрение нашей горцам, Господи, Помощрение нашей горцы, Господи, Вседержитель, Боже, Диск наших, Молимся, Услыши, И помилуй, Помилуй, Помощрение нашей горцы, Молимся услыши и помилуй. Господи, помилуй. Ищи молимся о великом Господине Отце Нашем, Святейшем Патриарке Крине, О Преосвященных Петрополите, О Ебископе, Ебископе, И от Синок Дести Братьев Наших. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ищи молимся о Богу, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищи молимся о вражебных и пристах памятных, Святейших Патриасе православных и создателей святого храма сего, И о всех святых, почивших, языках и братьях, Сдележащих и повсюду православных. Ищи молимся Тебе, Господу и Спасителю нашему, О ежеприятий молитвы нас, недостойных рабов Твоих, В сиюгодина испытания, пришедшей на Русь святую, Обы шедши обыдошою врази, и о ежеприятий, спасенье Твое, Рцем си Господь услыши, Господи, о мире. Ищи молимся, о ежеприятий милостей, Презирите на воинство и вся защитники Отечества нашего, И о ежеприятий, утвердите нас всех в вере, Единомыслия, здравия и силы духа, Рцем си Господи услыши, и милостей нам, о мире. Ищи молимся Тебе, Господу, Богу нашему, Ежу слышите глаз умоления нашего, и молитвей помиловать и раба Твоего, Ныне чествуемого, святейшего патриарха Кирилла, Благодатью и щедротами Твоими, исполните все прошение Его, И простите Ему, вся согрешение, вольное и невольное, Благоприятным же бытием, о львам, и милостыням Его, Пред престолом, владычестви Твоего, Яко же, мимошедшее пятнадцатилетие Его, Патриаршего служения, и покрытие Его, От враг видимых и невидимых, От всякие напасти, беды, скорби, И недугов избавите, и подать Ему здравие, С долгоденствием, рцемте, Господи, услыши, и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. И над Твоим оком нарабатывай Его, Святейшего Патриарха Кирилла, И услыши, моленье наше, с верой приносиме, Яко сам реквизи, вся и лекомолящися, Просите, веруйте, яко приимите, И будет вам и пахи просить, и дастся вам. Всего ради и мы, ащи недостойни, Уповающие на милость Твою, Просим подать благость Твою, Ныне честь Твоему, Работ Твоему, Святейшему Патриарху Кириллу, Яко же мимошедшее, Пятнадцатилетие Его, Патриаршего служения, Исполни благое желание Его, Мирно же и тихо, в здравии, И долгоденствии, Вся дни Его соблюди, Рцем все скоро, Услыши, И милость темно, Помилуй, Господи, помилуй, Помилуй, Господи, Господи, помилуй, Ищи, молимся Тебе, Вседоровитому Господу нашему, О, ежеприятие сие, Благодарение нас, Недостойных рабов Твоих, А Твоих благодеяниях, Я же излиял, Если изобильно, Мимошедшее, Пятнадцатилетие, Нарабатываемо, Святейшего Патриарха Кирилла, И Церковь Русскую, И ведомую, О, ежеприятие лето, Укрепите, Утвердите, Умирите, Расширитею, И невредим от всех, Наветвидимых, И невидимых врагов соблюсти, Молимся, Вседоровитый Господи, Услыши, И милостивый, Господи, 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 Ищи, Молимся, Тебе, Всемилостивому, Господу нашему, О, ежеприятие лето, Явите на первосвятителе Церкви наше, Святейшем Патриархе Кирилле, Благотровие, Человеколюбие Твоего, И призлите на нем, И ведомой им Церкви Русской, Богатые, Милости и щедроты Твоя, Молимся, Всемоги, Владыка, Господи, Послыши и помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Ищи молимся, Обладоносящих и добродеющих по святим, И всечестним в храме всем, Труждающихся, поющих И предстоящих людях, Ожидающих от Тебе великих нас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и вовеки веков, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи и Иисусе Христе Божий наш, Боже всякого милосердия и щедрот, Его же милость безмерна и человеколюбие неисследимая пучина. Ко Твоему Величеству, припадающие, со страхом и трепетом я карабине достойнее. Благодарение Твоему благоутробию о Твоих благодеяниях на первосвятителе Церкви нашей, Святейшем Патриархе Кирилле и Церкви Русской, им ведомой в мимошедшее пятнадцатилетие бывших, ныне смиренно приносящее. Яко Господа, Владыку и Благодетеля, славим, хвалим, поем и величаем, и припадающие паки благодарим Твое безмерное и неизреченное милосердие смиренно молящее. Да яко же ныне моление рабов Твоих приятий и милостивно исполнить исподобил еси, И во преднее в Твоей и искреннего любви, и во всех добродетелях приспевающих. Твоя благодеяние верна гроба Твоего, ныне чествуемого, святейшего патриарха Кирилла, С подоби получите Церковь Русскую, им ведомую, в грядущее лето добре управите и невредиму от всех навет вражеских в мире и единении соблюсти. И Тебе с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Единосущным Твоим Духом, Во едином существе, славимому Богу, всегда благодарение приносите, и приблагая глаголати, и воспете сподобиши. Слава Тебе, Богу, благодателю нашему во веки веков! Аминь! Господу помолимся! Господи помилуй! Господи, Божий сил, Божие спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Все в брани, хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ и я. Восстанье, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу! Верным чадом Твоим и единстве, Русские Церкви ревнующим, поспешествуй! В духе братолюбия укрепи и от бед избави! Запрети раздирающим в обращении умов и ожесточении сердец ризу Твою! Я же есть Церковь живаго Бога, и замыслы их неспровергни! Благодатью Твоей власти, предлежащей ко всякому благу настави и мудростью обогади! Воины и вся защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди! Крепость Духа им не спасли! От смерти ран и пленения сохрани! Лишенные кровой в изгнании сущей в дом и введи! Алчущей напитай, недугущей и страждущей, укрепи и исцели! В смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь! Всем же воднисья убиенным! От раны болезней скончавшимся! Прощение грехов даруй! И блаженное упокоение сотвори! Исполни нас, я же в Тя веры, надежды и любве! Восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслия! Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих! Якоды едиными усты и единым сердцем! Исповемся Тебе, единому Богу, в Троице славимому! Ты боеси заступления и победы и спасения уповающих на Тя! И Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу! Ныне и присно и во веки веков! Аминь! Помолитесь оглашений, Господи! Верни оглашенных! Помолимся! Да Господь помилует их! Погласит их словом истины! Открыт им Евангелие правды! Соединит их святей своей соборней апостольской церкви! Спаси и помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоею благодатью! Оглашений главы Ваша, Господи, Вы преклоните! Господи! И Ти с нами славят причестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, Ныне и присно и во веки веков! Елицы оглашений из идите! Елицы оглашений из идите! Елицы оглашений из идите! А не тот оглашений из верней паки, паки, миром Господу помолимся! Заступи и спаси помилуй, сограни нас, Боже, Твоей благодатью! Заступи и спаси помилуй, премудрусь! Заступи и спаси помилуй, премудрусь! Заступи и спаси помилуй, премудрусь! Взбал и спаси помилуй, known Himirsы単он! У Cordoba и volcanic游лайomena высвят Best Savior! С Исони и спаси помилуй, премпулу الدрогу Памил Ooooh оouched всем, премудрусь! Я, куда под державою Твоей всегда храними, Тебе славу воссылаем, По Твою Сыну и Святому Духу, ныне и пресной великий веков. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 христиан да поминет господь бог во царстве своем всегда ныне и присно и вовеки веку а 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 исполни молитву нашу господи и предложенных честных даре господу помолимся о святим храме си мы с верой благоговением и страхом божиим ходящих войн господу помолимся вы избавитесь а нам от всякие скорби гнева и нужды господу помолимся заступи и спаси помилуй и сохрани нас боже твоей благодатью не всего совершенно свято мирно и безгрешно у господа просим ангела мирно верно наставник охранителя души телес наших у господа просим просим прощения и оставление грехов и при грешении наших у господа просим добрых и полезных душам нашим и мира мирове у господа просим просим прочее время живота нашего вами покаяние скончате у господа просим христианские кончины живота нашего безболезнен и непостыдны мирны и доброго ответа на страшным судейше христове просим пресвятую пречистую преблагословенную славную владычицу нашу богородицу и пресно деву марию со всеми святыми поминувши сами себе и друг друга и весь живот наш христу богу предадим щедрот амиде народного сына твоего с ним же благословен еси со пресвятым и благим и животворящим твоим духом ныне и пресно и во веки веков аминь ассалат и жамий айкоп и покорим твоего возлюбим друг друга дайки нам мыслим исповем и и и ПЕСНЯ 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 Станем добре, станем со страхом, Болмем святое возношение В мире приносить им. Благодать Господа нашего Иисуса Христа И любви Бога и Отца И причастие Святаго Духа Будет со всеми вами. Господи, горе имеем сердца, Благодарим Господа. Достойно и праведно Тебя петь, И Тебя благословите, Тебя благодарите, Тебе поклоняйтесь и на всяком месте Владычество Твоего. Ты, бейси Бог, неизреченен, не доведом, Не видим, не постижим, Присносы и такождецы, Ты единородный Твой Сын и Дух, и Святый. Ты от небытия в бытия нас привел, Иси отпадшие восставил, Иси пакий не отступил, Иси вся Творя, доньте же нас на небо возвел, Иси и Царство Твое даровалось и будущее. А сих всех благодарим Тебя И единородного Твоего Сына И Духа Твоего Святаго, О всех их же вемы, их же не вемы, Явленных и неявленных благодеяния бывших на нас. Благодарим Тебя службе, Силю, и уже от рук наше приятие, Изволилось и още и предстоят Тебе тысячи архангелов, Ихна ангелов, Херувимии, Серафимии, Шостокрилателем, Многочителем, Возвышающейся Творнацией. Победную песнь поющая, Вопиющей, Взывающей И глаголющей. Сими мы блаженными силами Владыка Человека, Любшего пьем и глаголем. Свят, Иси и Пресвят, Ты единородный, Твой Сын и Дух Твой Святой. Свят, Иси и Пресвят, И великолепна слава Твоя. Иже мир Твой так и возлюбил, Иси. Як уже Сына Твоего Единородного, Дати да всяк веру и в Него, Не погибнет, но им от живот вечный Иже пришед, И вся я же она смотрень исполнив, Вночь уже предаявшийся пачи же сам, Себе предаявший замерзкий живот, Прим хлеб во святые свои причистые И непорочные руки, Благодарив и благословив, Осветив, преломив, Дадя святым своим учеником И апостолам ряд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Примите и одите Сие есть тело мое, Еже завыломимое В оставление грехов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Аминь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Бои же в чистоте и чисте в жительстве пребывающих, о богохранимой стране нашей, о простем и воинстве, дашь им, Господи, мирное правление, да и мы в тишине и в тихое безмолвное житие пожалеем во всяком благочестии и чистоте. Субтитры создавал DimaTorzok в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих. Право правящих Слово Твоей я истинный. В первых помяни, Господи, великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкие Сергиевы Лавры Священно-Архимандрита, Его же даруй святым Твоим Церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих. Право правящих Слово Твоей я истинный. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкие Сергиевы Лавры Священно-Архимандрита и Преосвященные Митрополиты, Архиепископы и епископы, приносящие святые дары сия, Господи, Богу нашему. О Преосвященных Митрополитах, Архиепископе и епископе, И о всем священничествем и иночестем чине, О богохранимей стране нашей, О властях, воинстве и народе и я, О мире всего мира, О благостоянии святых Божьих церквей, О спасении и помощи с отчанием и страхом Божиим Труждающихся и служащих, О исцелении в немощах лежащих, О успении ослабе блаженней памяти И оставлении греков всех, Прежде почивших православных, О спасении людей предстоящих, И о их же киждом в помышленнике мать, И о всем, и за всем! И дашь нам единым и устыденим сердцем Славить и воспевать и пречесное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, Ныне и присно и вовеки веков! И да будут милости великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа Со всеми вами! Аминь! О принесенных и о священных чистых дарих, Господу помолимся. И когда человека любит Бог наш, приимыв святые пренебесные мысленность свои жертвенника, не благуха, не духовного, вознеспослит нам божественную благодать и дар святого Духа помолимся. И когда человека любит Бог наш, приимыв святого Духа помолимся. И когда человека любит Бог наш, приимыв святого Духа помолимся. И когда человека любит Бог наш, приимыв святого Духа помолимся. И когда человека любит Бог наш, приимыв святого Духа помолимся. И когда человека любит Бог наш, приимыв святого Духа помолимся. И когда человека любит Бог наш, приимыв святого Духа помолимся. И когда человека любит Бог наш, приимыв святого Духа помолимся. И когда человека любит Бог наш, приимыв святого Духа помолимся. Яко Твое, Царство и Сила и Слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и вовеки веков. Каминь, мир, всему Богу, сходи и преклоните им, веков Господи, Благодатью и щедротами, человеколюбие, единородного Твоего Сына, С Ним же благословен Иси, сопре святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и вовеки веков. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok И вот в сегодняшнем Евангелии мы слышим слова Спасителя, обращенные к его апостолам, ученикам, а значит, к каждому из нас. Вы свет мира. Подумать только. Могут сказать святые апостолы, а кстати, святитель Иоанн Златоуст так и говорит, что апостолы удивились этим словам. Ты, Господи, во мне видишь свет? Нет. То есть, Господи, Ты во мне, человеке слабом, человеке, который не может совладать со своими чувствами, человеке, который говорит одно и делает другое, как говорит апостол. Ты, Господи, во мне разглядел свет. Не потому, что я больше ни к чему не пригоден, не потому, что больше от меня нет никакой пользы, но Ты, Господи, во мне видишь то, что я уже сам в себе иногда не вижу. Превращаю свою жизнь в отчаяние, в страх, в мрак, в сомнение. Ты, Господи, во мне видишь свет. Вы свет миру, говорит Господь. И на эти слова блаженный Августин замечает удивительно. Христос — это свет просвещающий. Христос — это тот, который открывает во мне маленькое тление моей души, маленькое тление моей веры, и, открывая это тление, вдыхает в него дыхание своей любви так, что моя душа загорается необъятным пламенем, загорается таким светом, что на него иногда и смотреть непросто. Любовь Божия, касаясь любого человека, восстанавливает его в целостности свободы. Все, к чему прикасается Господь, становится его. Все, к чему прикасается Господь, становится целостным. Бог возвращает через свое прикосновение любви, через свое прощение, через свое доверие, через свою удивительную силу помогать, быть рядом, не оставлять, следовать, никогда не бросать, не предавать. Через эту силу Господь сообщает, удивительное пламя веры. И тогда апостолы, слыша эти слова, как продолжает святитель Иоанн Златоуст, изумляясь дальше его словам о том, что не может укрыться город, который стоит на горе, взбодрились силой духа. Теперь вся их жизнь, человека, который поверил в любовь Божию, поверил в его милосердие, и перед этой любовью обнажил свои человеческие слабости, восстановив в себе единство с Богом, с Творцом, теперь человек становится сам светильником. Свет просвещающий становится началом света, который воспринимает его, или, как говорит блаженный Августин, берущий взаймы. Каждый из нас, однажды возгоревший светом любви Божией, берет этот свет взаймы у него не для того, чтобы освещать только свой собственный путь, не для того лишь, чтобы просветить свою жизнь и наполнить ее смыслом, чтобы светить себе под ногами. Этот свет каждый человек, верующий во Христа, принимает, чтобы поднять его высоко, при этом, при этом обнажить и себя самого. Потому Спаситель и говорит, не может город укрыться, стоящий на горе. Теперь ты у всех на виду. Теперь, когда Господь простил тебя, теперь, когда Господь поверил в тебя, когда Он вдохнул в тебя вторично дыхание жизни, в первый раз, когда создал, и второй раз, когда искупил тебя от первородного греха, когда выкупил тебя ценой своей крови для своего царства, для жизни вечной, теперь тебе никуда не скрыться. Теперь на тебя будут смотреть все. Святитель Златоуст замечает, опять здесь удивительно, Спаситель говорит своим ученикам, будьте мужественными. На вас обрушатся с клеветой и с нечестивыми словами. Будьте мужественны. На вас будут говорить всякую неправду, вас будут гнать и преследовать. Будьте мужественны. Этот самый свет, которым вы будете светить себе и другим, свет Христов будет сохранять и вас. Но для того, чтобы сохранять силу этого света, живите так, чтобы ваша добродетельная жизнь, как благодатное масло, питала лампаду этого света. Живите свято, чисто, честно, смело, достойно. Поступайте так, как поступает Спаситель Христос. Идите вслед за Ним, каждый шаг повторяя, каждое слово Его повторяя. И тогда вы никогда не приткнетесь. Но особо говоря о служении свету, в Священном Евангелии сегодня мы слышали слова, которые слышали в этот же день и 15 лет назад. И когда зажигают свечу, то ставят ее на подсвечник, чтобы светило всем. Преподобный Иерусалимский Сихий говорит, это не что иное, этот самый подсвечник, как крест, на который поднялся Христос, чтобы с этого высокого подсвечника светить всем. Это перенесенная боль, это перенесенные страдания, это перенесенные неправды, это перенесенные клевета и суды, это все оставшееся там у подножия креста, а на вершине его бесконечная любовь и вера и надежда, которой Христос сиял всем. И на этот подсвечник Бог зовет всех нас, а наипаче тех, кого избирает для своего особого служения. И сегодня в этот день света, ведь сам Господь говорит, вы сыны света, будьте светом этому миру. И в этот день света мы вспоминаем события 15-летней давности и день интронизации предстоятеля нашей церкви, святейшего патриарха Кирилла. Многое можно сказать о пережитых годах, но нужно сказать, пожалуй, важно сказать и не забыть о единственном, о мужестве, которое совершает всякий, кто оказывается на этом кресте. Тогда, здесь, в храме Христа Спасителя, святейший отец сказал, что больше, как патриарх, приняв регалии патриаршей власти и достоинства, он не принадлежит себе, а принадлежит церкви и Богу. Это был единственный шаг в сторону креста. И обратно с креста уже не сходят. И сегодня, повинуясь слову апостола, которое мы слышали за литургией, молитесь о наставниках ваших, давайте помолимся о том, чтобы Господь даровал силы света тем, кого призвал быть свидетелями евангельской правды. Помолимся о предстоятеле нашей церкви, о том, чтобы милосердный Господь всегда с достатком изливал свою милость, как елей, в лампаду патриаршего света, патриаршего служения. Помолимся о том, чтобы каждому узнать, быть таким светом, который бы нашел дорогу не только для нас самих, но и тех, кто рядом, ведущую жизнь вечную. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Жизни вечную. Аминь. Вечери Твоя тайная, дни Сыне Божий, причастника мя приими. Небо врагом Твоим тайны повем, не лапзания Ти дам, як Иуда, но як разбойник испобедую Тя. Помяни мя, Господи, во Царствие Твоем. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Богу, Своей святого духу и длинней, Пристои во веки веков оби. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Святейший вновь и во благо слави. Христос, истинный Бог наш, молитвами причистоя Своей о Матери, Святых славных и всехвальных апостол, Преподобного Макария Великого, Святителя Марка, Епископа Эфесского, Преподобного Макария Новгородского, Преподобного Макария Печерского, Святителя Арсения, Епископа Киркирского, Священно-мученика Петра, Скипетрова, И прочих новомучеников и исповедников Церкви Русские, Святителя Филарета, Митрополита Московского, Ижегосвятых, Отца нашего Иоанна, Архиепископа Константиня, Града Златоустого, Святых и праведных Бога Отец, Иоакии, Майанны и всех святых, Помилует и спасет нас, Яко благ и человеколюбец. Исколая Телескопа Великому господину Явцу нашему Кириллу, Святейшему Патриарху, Московскому и всея Руси, Свято-Троицкой Сергеевой Лавры, Священную Архимандриту, С Богоспасаемой Его Паствою, Многое Лето! ЖЕРАЕТА приятного Хор蔚а cowboy, Кириллу Продолжение следует... В Chicago Чейльф, Фор thumb, Священную Архимандриту, Священную Архимандриту, Священную Архимандриту, Священную Архимандриту, Ваше Святейшество, сегодня, в день, когда все мы отмечаем 15-летие вашей патриаршей интронизации, позвольте сейчас от членов Священного Синода огласить вам приветственный адрес. Ваше Святейшество, Святейший Владыка и Милостивый Отец, всей торжественной, духовно значимой лично для вас и для всей полноты Русской Православной Церкви день, позвольте сердечно приветствовать вас и поздравить со знаменательной датой 15-летием вашего восшествия на Московский Патриарший Престол. Всеблагим промыслом Божиим и избранием у Священного Поместного Собора нашей Церкви полтора десятилетия назад вы были призваны первосвятительскому служению. В тот достопамятный день интронизации возрадовались радостью весьма великою сердца миллионов верных чад церковных, ибо Господь вознесов избранного от людей своих, возведя на высшую ступень священнослужения мужа крепкого и достойного, умудренного и щедро одаренного многоразличными талантами. Вам же, принявшему сей жребий, предстояло подъять на себя и понести нелегкий крест патриаршества, о чем вы со смирением и упованием на всеблагодатную помощь, неспосылаемую свыше на предстоятеля по молитвам всей Церкви, свидетельствовали тогда пред Богом и людьми. Праведческими оказались ваши слова. В минувшие годы вам довелось в полной мере ощутить, сколько тяжело и ответственно первосвятительское делание. Какого напряжения ума и воли требует оно? С какой самоотдачей нужно изо дня в день трудиться, чтобы неизменно приносить пользу Святой Церкви. Ныне, глядя на вас, стоящего на том же священном месте и воздавая хвалу подателю всех благ Богу, мы можем с радостью и благодарностью свидетельствовать. Все, что вы вкупе с клиром и паствой смогли осуществить, за минувшие 15 лет поистине изумляет. Впечатляют не только цифры и статистические данные, о которых можно было бы говорить долго, но и сама динамика всестороннего развития, как епархиальной, так и приходской жизни. Бог судил вам стать у корнила церковного корабля в то время, когда очень важно было объединить усилия всех, и архипастырей, и пастырей, и монашествующих, и мирян для совместного и максимально плодоносного исполнения великой миссии заповеданной Церкви, ее основателей и главой Господом Иисусом Христом спасать, просвещать и освещать всякого человека, приходящего в мир. Именно вы, ваше святейшество, укрепляясь Господом и могуществом силы Его, смогли придать новый мощный импульс развитию всех направлений деятельности нашей Церкви. И за дня в день вы со свойственной вам скрупулезностью вникаете в многоразличные вопросы религиозной и общественной жизни современников, обозначаете приоритетные цели, решаете насущные проблемы, даете мудрые и ценные указания, и что, пожалуй, самое главное, подаете личный пример мужества и стойкости, веры и верности, трудолюбия и ответственности. Для вас никогда не было и нет ничего более важного и значимого, чем совершение богослужений, возможность возносить молитвы и прошения о веренных вашему попечению людях, приносить бескровную жертву благодарения о всех и за вся, неустанно и пламенно возвещать слово Христовой истины ближним и дальним. Все это и многое другое вы совершаете с отчанием и неослабным усердием, вдохновляя на служение и нас, ваших смиренных послушников и соработников, стремящихся в меру своих сил и способностей содействовать вам в реализации ваших замыслов, направленных на актуализацию евангельского послания, обращенного ко всем и каждому. Всей знаменательный день позвольте заверить вас, ваше святейшество, в неизменном желании трудиться под вашим мудрым отеческим водительством, дабы наше соборное делание и в дальнейшем было благоугодно, спасительно и плодотворно. Милостивый Владыка неба и земли пусть и впредь обновляет и восполняет ваши силы, не спосылая божественную благодать и дар Святого Духа, поспешествуя в совершении великого предстоятельского служения на пользу Русской Православной Церкви, сохраняя вас в добром здравии и мире на многое лето, члены Священного Синода Русской Православной Церкви. Ваше Святейшество, также от членов Священного Синода нашей Церкви, примите на память о сегодняшнем дне сей древний образ Спасителя и этот прекрасный, благоухающий букет цветов. Пусть Господь хранит вас в здравии и долгоденствии на многое и благая лето и спала эти деспоты. Ваше Святейшество, позвольте мне от имени правительства Российской Федерации выразить слова глубокой признательности и благодарности и поздравления по случаю вашего 15-летняя интернизации. За эти годы огромная работа была сделана Русской Православной Церковью под вашим руководством и в нашей стране, и за рубежом. Те изменения, которые происходят по консолидации нашего общества, невозможно были бы без вашего личного участия. Ваша огромная работа по продвижению настоящих ценностей, основанных на нашей исторической памяти, объединяет не только народы нашей страны, но и за рубежом. Мы очень благодарны вам за вашу постоянную работу и отдельно хотел бы выразить слова благодарности за работу с нашей молодежью, поскольку именно в юном возрасте закладываются основы нравственности, которые заложат основу устойчивости нашего государства на многие годы. сейчас в условиях специальной военной операции при вашем непосредственном участии священники Русской Православной Церкви и церковные волонтеры делают огромную работу по помощи и бойцам и слову, и членам их семей, да и просто оказывают всяческую помощь. У нас в правительстве с Русской Православной Церковью сложился очень конструктивные отношения, я даже позволю себе сказать, дружеские, в этом огромная ваша заслуга. Мы бы очень хотели пожелать вам многое благая лето, здравия, чтобы Господь и дальше вел вас по пути пасторы, а мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы помогать вам в этом пути. Храни вас Господь! Ваше Высокое Преосвященство и Преосвященство уважаемый Дмитрий Николаевич, уважаемые высокие гости и наши собратья по вере, дорогие отцы, братья и сестры! Я с благодарностью всегда выслушиваю добрые слова в свой адрес. Но, во-первых, сложилась такая уж традиция не только в России, да, везде, во всех народах, в странах, что когда кого-то с каким-то личным праздником или отмечаемой датой празднуют, то в адрес такого человека обращаются добрые слова. И это хорошая традиция, потому что даже если на месте того, к кому обращаются эти слова, стоит очень самокритичный человек и понимающий, что он по-настоящему успел сделать, чего он не успел сделать, то и для такого человека слышать слова поддержки очень важно. Я отношусь именно к такому человеку. Я не слепой и вижу, что произошло за это время в России и в других странах канонической ответственности Русской Православной Церкви. и вижу то место, которое сегодня наша Церковь занимает вообще в семье всех христианских народов. Но одновременно с Патриаршей колокольней видно еще и то, что мы, может быть, могли бы совершить до сего дня, но что пока еще не совершили. И вот эти свои наблюдения, которые нередко формулируются в виде каких-то патриарших выступлений, наказов, хорошо вы знаете, мои дорогие владыки. И я благодарю вас за то, что эти наказы вы выполняете, опираясь, конечно, на духовенство, на верующий наш народ, потому что по-настоящему та самая работа, которая изменила лицо Русской Церкви, происходит там, в приходах, в благочиниях, в епархиях, в монастырях. Ну и, конечно, по вертикали все это уходит в патриарху. Я имею возможность видеть, наблюдать, корректировать, когда необходимо. Но самым моим, может быть, сильным чувством является чувство благодарности. Если кто-то когда-то будет описывать объективно ту часть церковной истории, участниками которой мы все с вами являемся, то, может быть, кто-нибудь и напишет такие слова. Они справились со стоящими перед ними задачами. Вот если это будет сказано, это будет самая большая похвала, без всяких политесов и без всяких каких-то особых слов, которыми обычно ради приличия обмениваются люди. Я утверждаю, что нынешнее поколение епископата, духовенства, монашествующих справилось с тем, что мы все должны были сделать и справляются с теми проблемами, которые сегодня стоят на нашей повестке дня. Поэтому каждый праздник, он, с одной стороны, благодарение Богу за то, что удалось сделать, но одновременно ведь и молитва Господу, чтобы Он не оставлял нас, чтобы и дальше помог идти тем же самым путем, не жалея, как я часто и искренне говорю, живота своего. Действительно, наша работа, особенно труд архипастерей, это тот труд, который не терпит никакого зазора вот между могу и делаю. Могу больше, а делаю меньше. Я неоднократно уже об этом говорил и приводил в пример такой всем поднятным, кто водит автомобиль, что вот можно немножко ведь давить на педаль газа, и автомобиль идет, а ведь там до пола еще какое расстояние. Если на автомобиле нельзя давить до пола, можно попасть в аварию, то мы с вами до пола должны давить, потому что слишком много было потеряно за десятилетия беспожной жизни. Мы велики, по-настоящему православный народ, многонациональный. Трудно себе представить, какой была бы наша церковь, если бы не произошли все эти страшные катаклизмы. Уничтожение духовенства, монашествующих, насильственная атеизация народа, воспитание людей в чувстве ненависти к так называемым религиозным предрассудкам. Через все это прошли, конечно, как бы потеряв время, но, наверное, может быть, в то тяжелое время и сформировалось нынешнее поколение епископата и духовенства, которое так справляется с нынешними проблемами, вызовами, как теперь говорят, которые сегодня стоят перед нашей церковью. Поэтому мое слово в первую очередь благодарности. Хотел бы выразить сердечную благодарность еще раз повторюсь президенту нашему, президенту Владимиру Владимировичу Путину, человеку православному, который самоотверженно осуществляет свое служение. И действительно, страна наша в очень неблагоприятных как бы внешних условиях достигает очень значительных результатов и в экономике, и в политике, и в социальной жизни. Не буду перечислять всего. Но и внимание, положительное внимание государства к нуждам русской православной церкви выражается в том числе и в том, что мы с вами построили десятки, десятки и десятки новых храмов. Сотни, если лучше говорить. А ведь для того, чтобы построить новый храм, нужно получить землю, нужно получить согласование, нужно множество и множество вопросов решать. И в условиях неблагоприятного контекста церковно-государственных отношений этого сделать было бы невозможно. Поэтому невероятные события, которые происходят в русской православной церкви, шокирующие сторонних наблюдателей извне, из-за рубежа, они происходят именно потому, что в этих переменах участвуют все. и наш епископат, наше духовенство, верующий народ при поддержке власти центральной и местной власти, и вот это некое соборное делание, вот как можно было бы охарактеризовать беспрецедентное в истории возрождение религиозной жизни. Нигде и никогда ничего подобного не происходило, как ведь нигде и никогда не происходило таких страшных гонений, какие они имели место на нашей земле. Ни один народ, ни одна церковь не прошла через то, через что прошли мы с вами, наши отцы и деды, а это означает, что с нашей церковью сила Божия, Святой Дух, и мы молимся Господу и просим, чтобы и с народом нашим, с Отечеством нашим Господь пребывал, особенно сейчас, опять-таки в очень непростых и опасных условиях. Возвращаясь к нашей внутренней церковной жизни, хотел бы, конечно, еще раз поблагодарить всех наших мирян, активистов, молодежных наших лидеров, наших приходских работников, потому что сейчас ведь в каждом приходе организована и образовательная работа, и социальная работа, и многие другие, не буду всех перечислять, и получая отчеты о деятельности приходов, я радуюсь тому, как не на бумаге только, а в реальной жизни осуществляются наказы соборов, архиерейских соборов, решения Синода и пожелания Патриарха. За все за это я вас сердечно благодарю, мои дорогие владыки, отцы, братья, сестры, и это тот самый замечательный подарок, внеся частицу, в которой каждый из вас преподнес мне, в том числе и сегодня, в этот важный для меня день. Верим, что Господь будет с нами, с церковью, с народом, от нас же требуется укрепляться в нашей вере, в верности Господу и церкви, и в способности, как я всегда говорю, не жалеть живота своего, коль встали мы на путь служения Господу. А нашим благочестивым мирянам также желаю помощи Божией, благословения в их личной, семейной жизни, в трудовой жизни, чтобы, приходя в храм, они укреплялись силой духа, что помогало бы им и там, за пределами храма, достойно осуществлять свое жизненное призвание и радоваться присутствием благодати Божией в своих сердцах. Пусть сегодняшний замечательный день еще и еще раз поможет нам во-первых, осознать нашу общность, наше единство и то, что, как, будучи все вместе объединенные единой верой, единой молитвой, мы продолжаем великое дело совершаемое нашими святыми и героическими предками. И в заключении хотел бы еще раз всех вас, мои дорогие, поблагодарить за все то, что вы совершаете, каждый на своем месте и за все то, как вы разделяете с патриархом его труды. Многое всем и благая лето! Прошу огласить указы. Указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла преосвященные архипастыри, отметившие памятные даты и особо потрудившиеся на благо Святой Церкви удостоены следующих знаков патриаршего внимания. По вниманию к усердным архипастырским трудам и в связи с 30-летием архиерейской хиротонии Высокопреосвященный Ростислав митрополит Томский и Асиновский глава Томской митрополии удостаивается ордена Русской Православной Церкви святителя Макария митрополита Московского 2-й степени. Помогай дальше его Святой Церкви Аксиос 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 Во внимании к усердным архипастырским трудам и в связи с 65-летием со дня рождения Высокопреосвященный Аристарх митрополит Кемеровский и Прокопьевский глава Кузбасской митрополии удостаивается ордена Русской Православной Церкви Преподобного Серафима Саровского 2-й степени Аксиос 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 Во внимании к усердным архипастырским трудам и в связи с 60-летием со дня рождения Высокопреосвященный Меркурий Митрополит Ростовский и Новочеркасский глава Донской Митрополии удостаивается ордена Русской Православной Церкви Преподобного Сергия Радонежского 2-й степени Аксиос 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 Во внимании к усердным архипастырским трудам и в связи с 55-летием со дня рождения Высокопреосвященному Саватию Митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому главе Чувашской Митрополии преподается памятное по ноге Аксиос 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 Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 50-летием со дня рождения Высокопреосвященный Пантейлиман Митрополит Луганский и Алчевский удостаивается ордена Русской Православной Церкви Преподобного Серафима Саровского Третьей степени Аксиос 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 Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 55-летием со дня рождения Высокопреосвященный Тихон архиепископ Майкопский и Адыгейский удостаивается ордена Русской Православной Церкви Преподобного Сергия Радонежского Третьей степени Аксиос 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 Внимание к усердным архипасарским трудам и в связи с 60-летием с дня рождения Преосвященный Николай, епископ Черняховский Иславский, удостаивается ордена Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского 3-й степени. Во внимание к усердным архипасарским трудам и в связи с 50-летним с дня рождения Преосвященный Серафим, епископ Бобруйский Ибыховский, удостаивается ордена Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского 3-й степени. Аксиос! Во внимание к усердным архипасарским трудам и в связи с 50-летним с дня рождения Преосвященный Алексий, епископ Джанкойский Иероздольминский, удостаивается ордена Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского 3-й степени. Аксиос! Еще раз, дорогие владыки, отцы и братья, сердечно поздравляю с этим замечательным днем, ну а награжденных с наградами. Сохранит всех нас Господь на правом пути жизни. Аминь. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok